народ всем привет очередная серия про автомобильчик hyundai h1 полный привод сегодня буду менять лампы против туманках на машине стояли вот такие лампочки цоколь h3 светили белым светом без каких либо дополнительных там не синевы не было на лампы не желтого обычный свет таким же светом как фарах дополняли свет хорошо классно здоровски но когда был туман влажная дорога хочется немножко более желтых ламп потому что желтые лампочки как всем известно они лучше освещают в плохие погодные условия купила такие лампы цоколь h3 маяк с желтым напылением будем сейчас устанавливать установка на этой машине против туманки происходит либо фару люди снимают здесь достаточно много болтиков и плюс не все удобно откручивать или сзади откручивается локер вот я локер вот этот вот который вставка пластиковая крыла открутил добрался вытащил эту лампочку сейчас будем устанавливать и посмотрим как она светит для образца сгорела только правая сторона вот это та лампочка с той стороны целая поэтому я сейчас желтую новую лампочку сюда поставлю камеру оттащу сторону включу туманки и посмотрим разницу желтая лампочка и обычная белая лампочка какой будет контраст плюс ко всему машине сгорели габариты стояли вот такие светодиодики фирма маяк не знаю сколько им лет но они сгорели оба сразу вышли из строя магазине посоветовали взять вот такие вот светодиоды внутри 3 светодиодика и корпус керамический сейчас попробую поставлю посмотрим как это будет выглядеть вот таким образом светит светодиодный габарит что-то мне кажется как тускленько можно было и поярче сейчас попробую включить выключить чтобы понимать насколько он светит или не светит выключена включено сейчас включу фары не нравится мне это сочетание когда фаре сразу светится светодиодный габарит то есть видно что такой более менее премиум свет как считается лет круто и обычная такая грустная желтоватая лампочка ну да ладно главное что днем светодиод в габарите будет лучше видно чем обычная лампа так с этим я закончил теперь ставлю лампочку в туманку как уже сказал раньше добираться буду вот отсюда сейчас камеру отстегну покажу как там все выглядит а вон отверстие светится это отверстие куда будет вставляться сейчас лампочка не очень удобно с рука туговато пролазит но мне кажется так проще добраться чем фару забирать распаковка красивая коробочка большая но коробочка пойдет в мусорку коробка нужно только чтобы клиент увидел продукт и захотел его купить ну и соответственно чтобы сохранно все было чтобы лампочки хранились до продажи хорошо здесь картон обычный интересный момент что сам цоколи лампочки не цоколи а стекло лампочки трогать пальцами нежелательно и если нечаянно дотрагиваешься нужно обязательно протереть спиртиком обезжирить блин по мне так никакой разницы с этой стороны желтая лампочка а с этой стороны обычная лампочка которая тоже желтизной естественно отдает когда светит но я хотел чтобы прям желтый желтый был может быть на поверхности на какой-то сравнить сам пучок света да здесь на ладошку прям желтый желтый светит а здесь и здесь желтый желтый не вот так видно что вот эта фара белее ну ладно буду тестировать уже когда будут непогодные условия ну или хотя бы когда будет ночь темно сейчас по свету радует одно что сразу обе теперь будут светить а то одна перегоревшая же было сейчас останавливаю вторую новую лампочку желтую и посмотрим как две желтые будут светить габарит установил светится плохо видно что за ним туманка вот сейчас видно что она желтая желтая прям есть тоже габарит и туманка и общий вид как все это выглядит отлично сейчас ближний свет и дальний свет попробую ближний и дальний ближний габариты все выключено что осталось дождаться темноты и я вам покажу как все это дело светит в темноте что вечер стемнело можно проверить фары смотрите это сейчас светится у нас против туманки новые лампочки выключаю полная темнота включая плюс к ним сейчас включу ближний поп теперь ближний без туманок то есть ближний он светит на нормальную дистанцию с хорошей яркостью но при этом по бокам достаточно скучно если мы включаем туманки оп и картина дополняется дополнительным светом эффект работы самих туманок очень хорошо будет виден когда будет плохая погода потому что они расположены максимально низко к асфальту то есть они будут светить под туман и плюс ко всему у них температура сечения максимально желтая лампочки были куплены желтые сейчас посмотрим как это с улицы но и если не рассуждать про какие-то физические факторы цвет яркость просто взять внешний вид гораздо наряднее он смотрится когда работают все туманки все фары а до этого работала только одна не работали габариты вот так вот нарядненько все это выглядит но я немножко расстроен тем что не настолько они желтые как хотелось бы помнится мне покупал я по моему остром фирма лампочек и они были gold по моему серия вот они прям желтым светили эти конечно светят более желтые чем фары на видео к сожалению не видно разницы потому что лампочки у меня фарах обычные стоят если бы были какие-нибудь синеватые белеватые тогда бы они отличались сильно но сейчас вот так блин я доволен что друзья установил лампочки протестировал показал как светится в темноте и уже приступил к установке вот этого чудо агрегата об этом будет следующей серии